Здравствуйте, дорогие друзья! В этот прекрасный ветреный день мы снимаем новый выпуск нашего шоу «Здоровые идеи спорта» Теоли Глакамоли, который мы выпускаем совместно с сайтом «Спорт день за днём». Сегодня мы находимся в историческом центре Петербурга, на главной артерии Невском проспекте. И за этой деревянной, по-петербуржски сдержанной дверью скрывается ресторан «Евразия», который может поразить нас, во-первых, своими красивыми, модными и уютными интерьерами, а также большим выбором европейской и японской кухни, в которой каждый приверженец здорового питания может найти что-то по себе, по вкусу, а также быть уверенным в том, что это действительно будет полезно. Шоу «Оли Глакамоли» открывает новый осенний сезон, и мы напоминаем, что осенью приятно не только прогуляться в парке, пошуршать золотой листвой, сходить на премьерную постановку в театр или посетить музейную выставку, также наш город предоставляет возможность поболеть за любимые команды как в хоккее, так и в футболе. Сегодня у нас в гостях две очаровательные гости, одна из которых супруга защитника хоккейного клуба «СКА» Антона Белова Елена Белова, а вторая супруга Вячеслава Малафеева Екатерина. Напомню, что Вячеслав долгое время являлся голкипером футбольного клуба «Зенит», а сейчас является спортивным директором нашего футбольного клуба. Сегодня в нашем выпуске шоу «Оли Глакамоли» две очаровательные гости, очаровательная блондинка Елена Белова, не менее очаровательная брюнетка Екатерина Малафеева. Они как будто спустились к нам просто из другой галактики, прилетели, и наверняка захотят освежиться прекрасным облепиховым лимонадом, который я сейчас приготовлю. Собственно, учитывая, что сейчас много замороженных всяких ягод, и они не менее ценные и полезные, чем свежие, сезон облепихи у нас теперь круглый год. Облепиха очень полезная ягода. Можно включиться в процесс. Говори, пожалуйста, что здесь, потому что мы же не можем стоять просто. Так, а я вот сейчас тогда действительно попрошу, думаю, что, возможно, у Елены это получится много лучше, чем у меня, помять маслером облепиху. Мы сейчас туда возьмем еще имбирь. Так, главное мне никого не порезать. На себя, ни гостей. Сейчас я его почищу. И кусочки имбиря мы разомнем с облепихой, чтобы имбирь тоже дал сок. Я так понимаю, что, в принципе, если это летом мы делаем, получается хороший облежащий продукт, если зимой, то иммуномодулирующий, правильно? Согревающий, обеззараживающий, совершенно верно, да. Начинай здесь особо. Я могу воспользоваться ступой. Это называется маддлер. Маддлер. Баддлеры, барное приспособление. Я просто не золшка, у нас таскал. Ну, собственно, мохито вот как раз делается путем сминания мяты маддлером в шейфе. Что же мы не с мохито и начали? Вполне освежились бы. Не сезонно же. Это передача про золши. А мохито, оно бывает золши. Сто процентов. Без тростникового сахара. Без рома. Без рома это сто процентов. Точно освежающий напиток. Только лайм, мята, да, и водичка. На какой консистенции я работаю маддлер? Да такой полуоднородный. И мы это переложим. Сюда перекладываем? Переложим вот сюда. Так, зацените. Это просто волшебно. Великолепно, правда? Да, правда. Правда. Я думаю, что... Так. Переложим. Вообще, домашний лимонад. Я вот на самом деле хотела поинтересоваться, хотите ли вы еще и лимончик сюда добавить. Потому что облепиток достаточно кислый. Мы не используем сиропы, так как у нас ПП вариант сегодня. Тогда мы еще... Немного уберем токсины из организма. Уберем, да. Витамин С никому еще не помешал. И такими произвольными дольками мы можем... Даже если под рукой, можно чуть-чуть туда выжать и закинуть. Екатерине тоже предложить. У нас сейчас будет здесь такая приятная смесь. Хотелось бы поблагодарить холдинг Евразия за то, что они радушно приняли нас у себя в гостях. И еще и дали возможность самим что-то приготовить. Потому что рестораторы, как правило, не очень любят, когда у них хозяйничают на их кухне. А мы с Екатериной были приятные, удивленные. Потому что даже не могли... Ну что, заливать? Да. А лед будет у нас? Да. Лед мы можем в стаканчик положить. А, отлично. Берую лед в наши стаканы. Такая красота. Ты барменом не работала? Не совсем. Было чуть-чуть. В детстве. Милости. Ну, чтобы замугощать. Прекрасно шло в жизни, в общем-то. Да, сейчас немножко перемешаю. Красивая вот эта. Да, можно использовать, на самом деле, любую зелень, которая есть в доступности. Не обязательно мяту. Вот и розмарин. Очень красиво смотрится, нарядно. Как в домашнем лимонаде, так и в чае ягодном. Ну, и наш иммунитет скажет нам спасибо за такой напиток. Вы нас как хозяйка, да, сегодняшнего банкета. А медок? Медок мы добавим прямо на лед. Потому что у нас так щедро налит лимонад, что уже сложно будет. Мы же не очень сладкое любим. Ну, прям, как будто мы сладкое вообще не любим, мы не едим никогда, потому что сладкое – это вредно. Серьезно? Ну, нет, конечно. Я вот сейчас бы своих детей пригласила, они бы мне дружно подтвердили. Мама, больше никогда мы услышали. На самом деле, сладкое – это для меня питание головного мозга. Я без сладка вообще никуда. Ну, вот, да, мы обязательно… Сейчас я налью лимонад. Я бы хотела спросить, каких продуктов у вас никогда дома не бывает, а какие, наоборот, любимые? Привлигируют там. Что можно всегда найти в холодильнике? Да, большая семья. Мне кажется, продукты все присутствуют, да, да, да. А детей ограничиваете по отравлению сладкого газировок? Стоматолог ограничивается. Когда придешь, да, тут сразу же происходит «мама, я больше не ем сладкое». Ну, хватает на два дня, дальше уже память, она такая, забывается. Спасибо, что приняли наше приглашение за иммунитет, за ЗОЖ, за правильное питание. И ваше. Мне достались все ягоды этого напитка. И сейчас мы с нашими очаровательными гостями приготовим прекрасный, здоровый салат. Это будет салат из трех видов салатных листьев, даже четырех. Как-то внезапно появился еще четвертый. Я не поняла, как помидорчиков черри. Конечно же, мы не можем обойтись в нашем шоу без использования авокадо в салате. Мы добавим туда сочные дольки апельсина, сделаем заправку из горчицы, меда и соевого соуса. И, собственно, главным ингредиентом салата будет тунец. Как вы относитесь к тунцу, в том числе к сырому? Отлично. Так как я не ем мясо уже 7 лет, то тунец у меня полностью... Даже по виду. На мой взгляд. Так как я ем мясо столько лет, оно, в принципе, мне напоминает мясо, поэтому можем резать. Тунец молодец, в общем, на самом деле. Я тоже считаю, что это и прекрасная рыба, но при этом и выглядит как мясо иногда. И вкус мяса можно придать. Стейк из тунца прекрасен. И салат с сырым тунцом тоже. Это приготовление? Да, согласна. Я тогда нарежу авокадо для нашего салата, а вам предложу порвать эти листья на более мелкие кусочки, тогда нам доска не нужна. Мы можем на нее поставить вот как раз эту миску, в которой мы потом смешаем все ингредиенты и приготовим заправку еще отдельно. Ой, порвать это к нам. Да, я думаю, что отлично должно получиться, потому что ваши спортивные успехи и достижения поражают воображение. Хотя я тоже человек, в принципе, не очень далекий от спорта, но Екатерина этим летом переплывала босфор. И это поразило меня в самом сердце. А меня так и поразило. Расскажи, пожалуйста, как вообще? Как по-тому это переплывать босфор? Ну, для начала, да, начнем. Это определенный интересный заплыв. Он такой хайповый немного. На везение, повезет, не повезет. И насколько ты умеешь пользоваться четким руководством организаторов. Ну, плавание это. Без этого, конечно, без этого без плавания вообще невозможно. Там холодная вода? Нет, вода теплая, где-то 22 градуса. Но то течение, которое там было, мне казалось, я подобного нигде не испытывала. И само ощущение, когда ты придешь посередине босфора, глубина его 130 метров, рядом с тобой 2500 людей, которые практически напрыгивают на тебя. Ну что, что включается? А вы это что-то наставливое? Я, да. А есть такой еще прием, который вроде бы используют в водном поле, когда там как-то под водой какие-то вещи наносят? Нет, здесь на самом деле, нет, здесь такая спортивная какая-то сила воли и понимание, и желание. Все-таки ты видишь, насколько люди дрипуют перед тем, как запрыгнуть в эту воду и друг другу на голову прыгают. Поэтому, в принципе, ты плывешь, уже дальше ни о чем думаешь. Все, выплыл, 130 метров, дальше финиш. Ничего не помню. 6,8, сейчас 10. Все, босфор проплыл. Ну, а сейчас 10. Да, 6 километров 800 метров. Супер, да, это, конечно, наверное. Тоже из-за разряда космических каких-то достижений для меня. Ну, тут у нас есть еще небольшие планы. Ну, что, мы все, или вот так нам достаточно? Я думаю, что достаточно. А то мы можем, да, ну, да, и дальше потом. Мы увлеклись уже разговором и под босформируемым. Да, как-то у нас не хватит места уже ни в чем. Лоло-росс остался немножко не в почете. На самом деле, не все любят эти листья. Они немножко горчат. Да, хотя горький вкус, он тоже очень полезен для пищеварения, но я предлагаю ограничиться тем количеством, которое мы уже положили. Айсберг, это вот это? Айсберг, да, вот это вот, он более светлый, у него более сладкий вкус, который вот такими лепесточками, это салат Фризе, еще у нас был Ромейн, ну, и вот, собственно, Лоло-россо с горчинкой и таким цветом. С Витрем-Биллом мы готовили салат с Монгольдом. Прямо со всеми этими черенками. Тоже очень полезный. Он был с моего огорода, поэтому были абсолютно уверены в том, что он органик и полезен, и полон витаминов. Я порежу? Да, мы порежем черрики на четвертинке. Черри на четвертинке я режу, тогда, когда черри в ограниченном количестве. Ну, пусть будет так. Так просто будет, наверное, удобнее его поедать. Это будет салат. Потому что, когда в ресторанной подаче там обычно стараешься, чтобы размер кусочков у всех ингредиентов был примерно идентичным. Вообще, нарезка такая вещь, которая и на вкус тоже влияет. Поэтому, так же, как вот бокал для вина, допустим, как определенным рецептором приносит содержимое этого бокала, так же и нарезка ингредиента тоже на определенные рецепторы воздействует в зависимости от его размера. И из-за этого получаются различные попадания по вкусу. Мы сейчас приготовим соус, такой аналог азиатского фонзу. Мы для него возьмем оливковое масло и соевый соус. Все на глаз? Да. Класс. Это, как я люблю, творить на кухне. Ну, да, по сути, готовка. Это творческий процесс. Представляете, как будто на бразильском карнавале. Да, да, да. Мы добавим немножечко меда. Особенно этот карнавал посещают дети, когда ты трубочки вафельные, как из детства печешь. И вот они все рядом выпрыгивают, кто первую поймает, понимаешь? И добавим два их горчицы. У нас горчица зернистая. И сладкая горчица такая, как вот в Берлине они любят такую подавать. Можно же попробовать, да? Конечно. Я бы даже сказала, нужно. Плюс лимонный сок, на мой взгляд, он всегда хорошо идет. В любой практически заправке. Особенно с горчицей и с медом. Можно еще немножко апельсин добавить. Это моя любимая заправка. Апельсин, да, мы сверху выложим сейчас. Заправка, кстати, такая, достаточно симпатичная получается. Так, вот нам не хватает ложек, чтобы перемешать этот салат. Я надеюсь, они сейчас по велению волшебной палочки в гостеприимной вразии появятся прямо ко времени, когда они нужны, как никогда. Красивенько выложим, чтобы Евгений мог подойти и снять. Так, ну, вот сейчас мы это все перемешаем аккуратно. Да, мы постарались с салатом, с висами. Да, порция очень поражает. Мы просто видим, сколько желающих сейчас в Евразии, все смотрят и все хотят вкусить, как мы могли. Мы будем делиться. И напоминаю вам, дорогие зрители нашего шоу «Лебокомоли» о том, что наше шоу и Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать 400 грамм овощей и зелени в день. Для взрослого человека вот такая порция, да, очень необходима для того, чтобы организм мог хорошо себя чувствовать. Так, сейчас мы возьмем самую чистую доску Епатерина, самый аккуратный повар сегодня. Какими нас? Это моря, да? Мне кажется, я просто… Нет, дорогая моя, я просто ничего не делала. Я здесь халявила. И сейчас я порежу этого тунца. Такими кубиками? Да, мы его порезем кубиками, как на дартар. Мы его сейчас перемешаем тоже с остальными ингредиентами. Он пропитается соусом, заправкой нашей салатной, и станет таким маринованным практически. Да, я очень люблю сырую рубу, особенно, когда ее делаешь. Я делаю дома блюдо-крюдо. Все друзья уже знают, все приезжают именно ко мне за ним. Это либо лосось, либо тунец. В большом объеме как раз соевый соус, лимон и лук обычный, либо красный, как я люблю все-таки красный, ялтинский лук. Все, соль, перец по вкусу. Ну, соль недостаточно. Туда не добавляю. Если делаю с тунцом, то добавляю либо орехи, у нас получается кедровые, либо авокадо туда же. Дорогие друзья, мы обязательно выложим потом рецепт от Екатерины на нашем логе. Да, чтобы вы просто не ехте ко мне гости, я хотела бы с вами поделиться рецептом. Ну, у меня на всех местах можете платить. Третье, тактический ход. Ну, он действительно вкусный. Просто у нас сегодня, наши выпуски, просто кладезь различных лайфхаков. Записывайте их, берите на вооружение, потому что они сильно могут облегчить вам жизнь. Так, ну, у нас, пусть немножко это все пропитается. Промаринуется. Промаринуется. То есть вот так вот мы будем смотреть, время 3 часа дня, мы сейчас перейдем на самом деле в еще один гостеприимный зал, где мы сможем выпить чаю и насладиться еще и не только самоприготовленной едой. Конечно, что мы хорошо поработали. Да, теперь можем отдохнуть. Все, спасибо, девочки. Все, спасибо. Пока. Добрый день, меня зовут Денис. Я для вас сегодня приготовлю малый суши сета сорти из свежей рыбы. Рыба у нас лосось, окунь, свежий угрь копченый, тамага омлет, традиционное японское блюдо, сами крутим, сами заворачиваем, и из морских отраслей чука салат. В общем, наш сет готов. Всем приятного аппетита. Учитесь вместе с нами. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся в гостеприимной Евразии, которые славятся не только блюдами японской и азиатской кухни, а также европейской. Европейскую сегодня мы приготовили с моими дорогими гостями. Мы приготовили салат из четырех видов салатных листьев со свежим тунцом, апельсином, черри и заправкой, такой на манер понзу, но еще с горячицей и медом. Получилось, я надеюсь, очень вкусно. Мы сейчас обязательно попробуем. А Евразия нас угощает сегодня свежими суши с таким небольшим сетом. Я напоминаю о том, что в японской кухне полезны именно те роллы и суши, в которых нету различных сыров Филадельфия, майонеза, под которым запекают. Там только свежая рыба, рис. Своих любимых? Там нет. Ну ладно. И мисо-суп, который тоже очень полезен. Это ферментированная паста из бобов с водорослями ВКМ, то есть такой хороший источник растительного белка в том числе, и лапша из свежих овощей. Нам их красиво так подали на таких сковородочках. Мы обязательно насладимся. Уже обогласилась настолько. Побеседуем с Екатериной и с Еленой о том, каким образом при их ритме жизни они успешные бизнес-леди. Я в начале нашего шоу говорила о том, что Екатерина является владельцем группы компании М-16, Елена является генеральным директором клиники 7 докторов. И при этом еще Екатерина является владельцем выженого пазла любоподия, которая, к тому же, еще и предоставляет в летнее время возможность позаниматься фитнесом, проводить различные кемпы для женщин, где можно похорошеть, остановиться и не только женщинам. Мужчины нам тоже нужны. Елена при этом не только капитан хоккейной команды женской Red Rockets, но еще и владелица клуба единоборств Fight Factory. Кстати, наш гость предыдущего нашего эфира тренируется как раз у Елены. Я правильно сказала название? Fight Fabrica. Fight Fabrica. У меня... А, я с Call Factory. Это такой уже целый завод по производству различных боксеров и бойцов, скажем так. К тому же, вот сегодня на Екатерине и Елене очень красивая такая космическая абсолютно, я бы сказала, форма, при этом очень женственная. Это бренд Gap Gang. Елена, я надеюсь, нам сейчас расскажет в истории марки, почему так называется и вообще, где взять такую красоту всем нашим зрителям. Да, у меня тут все просто, как про М-16. У нас все как бы все пляшем от наших игровых номеров. Игровой номер моего схода 77. А мой 16. Мужа с... Ну, мы уже как единое, поэтому, я думаю, как и для Лены, так и для меня число мужа, да, игровой номер, он уже... Священно. Да, поэтому даже мой муж недавно сказал, слушай, а нету бога с номером 16? Я говорю, слушай, ну давай еще это придумать. Можно придумать. Вот, поэтому вот 77, оно здесь, в принципе, в нашем значке, и Fight Fabrica, название тоже от 77, потому что, опять же, перевернуть зерканное отображение, получается вот так. И как раз Gap Gang тоже составляющая названия, и все от 77. Но переводится как банда зацепов, и все мы в Gap Gang, это такая, как игра слов, потому что мы ассоциируем себя с остальными собаками. Это те люди, которые добиваются всего сами, железной вхваткой, все это, какая-то, про тебя. Это все про тебя. Цепляет, да, взор, собственно говоря, еще как. Цепляет, да, и те, у кого тело, свидетель техночеловеческих нагрузок спортивных. Вот, в основном, у нас есть амбассадоры, такие как балерины Мария Абашова. Почему Екатерина не является амбассадором? Человек переплывший басфор. Она даже, дорогие друзья, я еще раз твой вновь вдохновила, да? А марафоны и триатлоны мои нечего. Нет, почему-то вот басфор. Ну ладно. Она просто перепела басфор совсем недавно. Да, это последний. С данного момента я поняла, что Катя мой человек. Ну, мы первые... На самом деле, еще есть большая такая магия цифр. Давай еще раз расскажем. Мы все-таки родились в один день. 7 апреля. 7 апреля. Об этом мы узнали как-то на одном благотворительном вечере, когда у нас девочки, да, футболисты в Playing Help, есть один такой благотворительный фонд. И как раз мы с Леной там познакомились, так случайно. Случайно. Случайно не случайно. Она начинает разговаривать, и я понимаю, что мы... Ой, как похоже. Я говорю, а ты случайно не Овен? Началось это издалека. Да, 7 апреля. Я говорю, я тоже. Все-таки притягиваются непротивоположности. За соседями, столами, да, ну да. И вот как-то у нас теперь пошло. Мы чувствуем друг друга, может быть, не так часто видимся, как бы хоть... Ну, теперь будем чаще, значит. Теперь по-другому никак. Мы тут недавно встретились, и у нас была такая приятная возможность. Мы сидели с супругом, и Лена сидела с супругом. Когда мы смотрели, они говорят, слушай, смотрю в себя, там, из-за того, что это было настолько, что даже на расстоянии мы друг друга чувствуем. Очень хочется у вас спросить, как вы тренируетесь, и как вы питаетесь при этом? Какая еда должна быть до тренировки, какая после, чтобы выглядели так прекрасно? Я тоже любитель, не могу на себя надеть такое звание профессионала, это слишком ответственно. Но как питаюсь перед тренировкой. Тренировка у меня обычно рано, я могу вставать, например, в 5.40, это хоккей, если я играю с мужчинами. Если, например, в будни колкогенную, там 7.30, и я запариваю себе овсянку, не варю, туда добавляю бананы, орехи, мед, что там полезное, может быть, ягодки какие-то. И, в принципе, вот это мой завтрак, водичка, либо чай зеленый. Хватает энергии, да? Да, и на каше я как раз час 15 вывожу тренировки. Прекрасно. Сколько тренировок в день? У меня бывают и две тренировки, ну, например, хоккей с утра, рано утром, и бокс в середине дня, под вечер. И все зависит, конечно же, от того, какой у меня рабочий график, и я расставляю просто приоритеты, где я больше всего нужна, я туда подключаюсь. А уже спорт, конечно, он важен, но я его стараюсь, скажем так, в график впихнуть аккуратненько, чтобы он был обязательный. Дети так же питаются? Я на детей, так как я сама не ем мясо, да, но и на детей, и на супруга я никакого давления в этом плане не оказываю. Они вольны кушать, как им потребуется. Они сами выбрали кушать овсянку, запаренную воду. Ну, какие-то запеканочки, там, творожные, например, сырнички, луканец. Вот, это мы уже ко мне приближаемся, к ней. Вот, как нас кормили бабушки, вот такой вот, почему нет? Детство должно быть у всех, согласитесь? Вот меня до сих пор, видимо, оно не отпускает, понимаешь? Как ни выходные, это сырники в большом объеме, чтобы еще на пару дней хватило. Ну, и напоминаю нашим дорогим зрителям о том, что диеты не работают, а работает правильный образ жизни, причем правильно подобраны именно интуитивно для себя самого любимого. Я вообще манюшись этими диетами, и абсолютно, я призываю всех женщин, не придерживаюсь никаких диет, потому что вы только нанесете урон нехорошим опытом, да, Саил. Я никогда на диета, кстати, вот не сидела, вот какая-то есть опыт, ты расскажешь. Да, очень интересная. И вот как раз, то есть, если придерживаетесь этих диетов, сделайте себя только хуже. Да, опыт неблагоприятный, готовила себя к марафону, как раз, когда символично узнала, что с 1 апреля есть Вене-марафон, и нужно что-то подарить себе на день рождения такое незабываемое, 42 километра счастья, с водой и безуборной, да, и безуборной, как говорится. Ну, в целом, с определенными двумя достижениями для себя. Почему я пошла туда? Потому что за 3,5 месяца я решила подготовиться к марафону, вот так получилось, и я решила сбросить для себя определенное количество килограмм. Я подумала, ну почему бы мне не быть легкой, как многие марафонцы это делают. Оказывается, женщины, запомните, женщина-марафонец это та, которая ест много, потому что только мужчины могут бежать, когда у них нет вообще колоража, и там на воздухе, и на воде. Расход был. И то, если они вам, и женщины, и то, да, 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 да. Топливо нужно, значит, то это точно. Накидывать нужно топливо постоянно для родителей. Поэтому пришло такое, что в моем образе жизни, в моей нервной системе наступил небольшой переворот, где у меня в какой-то момент все остановилось. И я пошла к врачу, говорю, слушайте, не понимаю, что такое, ну, как бы плохо себя чувствую, похудеть, конечно, мне пришлось похудеть на стрессе. Ты мог психологически упадок? Да, абсолютно. То есть с едой ушло все. Да, там, и энергия, и все. Но марафон не ушел. И здесь я себе кинула вызов, что ну как бы там не пошатнулось мое здоровье, моя нервная система, потому что в этот момент я очень много работала, и нужно не забывать, у меня трое детей, очень много бизнесов, и одновременно тренироваться каждый день по три тренировки. А колораж мне прописали на 800 калорий. Это люди-профессионалы, наверное, должны понимать. А потребляла я около 2000 калорий минимум. Мне кажется, что 800 это даже если не нагружаться физически совершенно небезопасно. Абсолютно, и коротко через 10 дней у меня прошло обнуление всего. В общем, я сделала для себя, и никому не советую, и никогда в жизни не буду ни посидеть на диетах, и никому не рекомендую. Дети тоже тренируются активно, младший хоккеем занимается, насколько я знаю. Да, мелкий хоккеем мы решили так разделить. Все-таки Фамилия Малафеева слышали только о футболе. Пора уже грани открывать. Я вообще всем говорю, переходите в хоккей. Хватит уже в футболистах болеть. И вот Лена, она, да, она, видимо, неспроста в моей жизни. Вот все направляются к ней. И хоккей, и сын, и муж как-то сказал, так ревно заслушает. Почему он хоккеист? Я говорю, ну посмотри, формы какие. Я говорю, ему 6 лет, а он уже одежду 8-9 носит. Я говорю, ну, наверное, все-таки бомбардир будет там это. Он пришел, посмотрел, ребенку выдали клюшку, а до этого не давали играть. Ну, в общем, он замачивался, и клюшка говорит, пусть остается в хоккее. Я понял. Нам, хоккеисты, и здесь два набрали. И тогда мы точно усилием. А дочь чем занимается? В общем, подростки вообще катят. Когда-то занималась фигурным катанием, то уже думали здесь, может, тоже свою нишу грани расширим. Нет, дочь у нас, как все молодежь, кто? Блогеры. Да, я очень борюсь с этим. С видером, в нем блоги, как у них дочь. Я не понимаю, но, наверное, это какая-то тенденция молодежи, да, и сейчас общество, в принципе, привлечение себя, своего бренда. И вот как бы пока блогерство... Возможно, им не хватает живого общения, они замещают каким-то образом. Наверное, живое общение им достаточно. Просто сейчас поколение идет именно там, где они с утра до вечера в гаджетах, да? Даже если ты их... Ну, по крайней мере, в нашей семье есть запреты определенные, да? Там какие-то часы, там, едем мы в машине очень далеко, мы можем позволить детям там посидеть. Но это тоже ограничено. Дальше мы играем слова и куча всяких игр, ну, то есть, точно не там с утра до вечера. В чем Таисия увлекается? То есть, она занимается художественной гимнастикой с высокого вида лет. Да, у меня младшему сыну пока еще только 9 месяцев. Он... Мы выбираем между борьбой и хоккеем. И учиться так, на будущее, это в наших каких-то там мечтах. Но я думаю, что, конечно же, у меня все дети, все дети, все два... Будут выбирать, да, свое призвание самостоятельно. Да, и даже с двух с половиной лет, если Таисия занимается художественной гимнастикой, это не значит, что я на нее какие-то имею виды, как олимпийская чемпионка. Я знаю сама, как спортсмен, как тяжело это все добиваюсь, это все навыки. Поэтому у нас все очень-очень лайтово. И вот только в прошлом году она сказала, я хочу выступать на соревнованиях. Я говорю, пожалуйста. То есть, на данный момент для нее это культ. И для меня было важно, отдавая ребенка в спорт с самой раннего действия. То есть, я отдаю как? Я просто отдаю ребенка, закрываю дверь и ухожу. Я президент клуба «Одиноборство». Я сама знаю, что такое, когда там родители вмешиваются в тренировочный процесс. И все. Для меня эта тема закрытая. И лучше ребенка вообще в этот момент никак... В общем, оторвать от себя, да, и пустить свободное плавание. Мужчины-хоккеисты питаются макаронами и курицей, как нам рассказал один из наших гостей. А что вы едите после тяжелых тренировок? Вот если поздно была тренировка вечером, приехали домой, как уже не без еды? Или все-таки что-то нужно съесть? Что касается макароны и курицы, это у меня супруг ест перед играми. Это нужно до игр, конечно. Да, до игр. Это отбысти и блюгозы. И я тоже, так как я не ем мясо, но я макароны обязательно перед игрой употребляю. Надолго хватило. А после? А после обычно кушать вообще не хочется. На ближайшем... Прямо до кровати, да? Получится сейчас. Нет, если, конечно, это не брик, и ты готовишься, а у тебя, как правило, велик проедет 90, дальше проплыви и пробеги, конечно, в этом не получается столько попитаться. Конечно, есть, к сожалению, гели, да, но я противник гели, поэтому я за здоровое и за правильное. Я вот что люблю и заметила, когда у меня сложно... Ну, гели расскажу, потому что никогда не знаю. Ну, я тоже о них, слава богу, не так много знаю. Мне просто их приносили, говорили, вот есть гель, который там энергетик определенный. На дистанциях, да. На дистанциях, где ты не можешь поесть, потому что ограничен в определенных... И у тебя есть результат, ты должен показать результат, поэтому гель, это помогает тебе немножко, ну, как бы на час спасти ситуацию, именно энергетически не потерять уровень вот этого запаса, да, энергии. Конечно, это не совсем мое, но в целом вот бананчик, булочка или какой-нибудь протеинный коктейль мне помогал. Бананчик, я считаю, вообще спасение, это прекрасный завтрак в машине, если не успел заварить овсянку. Всегда лежит бананчик, да-да-да. У меня уже дети говорят, мама, ну мы не едим бананы, говорю, вы-то не едите, а мама-то хотя бы вам периодически есть у меня бананы. Ну, что же, почему-то их не любят, а я вот... Ну, в каше едят, вот если каша овсянка едят, то да. Давайте представим, что вы попали на небитаемый остров, и вам разрешено с собой взять три любых продукта. Продукта? Да. Я первая, что подумала о мужа, о мужа, думаю, ну как совсем будет без него плохо, а так размножим, рабочая сила, говорят, дети, обучим, пойдем ловить. Какие три продукта попадут с вами туда, чтобы помочь вам? Слушайте, вы не поверите, со мной пойдет огурец, вот без него не могу. Там много воды, еще два. Так как продукт, ну я без воды не смогла бы точно, но мы не совсем его можем дарить, напиток. Пойдем дальше. Возможно, там есть ручей с тресной водой, поэтому все-таки можно все-таки продукты еще какие-то выбрать. Хорошо. Таких прям умных. Ну вот я независимо от еды. Ну да, для меня такой огурец. Все равно же она нужна, чтобы выжить? Какие бы выборы? Например, бананы, да, мы на небитаемый острове. Мы зайдем, все нормально. Орехи, ну орехи там не будут. У нас мужчины, которые были до этого в гостях, говорили, там кто гречку возьмет, кто баран. Я возьму мед. Я возьму мед. Потому что пока мы там свою пасеку организуем, займет время. Вот, мед я возьму обязательно. Да, я, наверное, все-таки возьму... Огурец-мед. Огурец-мед. Лечечка удастся. Еще и маску можно, если что, сэр. По красоте можно пугать. Ну, наверное, вот таких у меня нету продуктов, действительно, от которых бы я настолько... Я вообще ждусь, когда-то раз, что все должны отчать авокадо, потому что шоу, у кого они не дремлются. Не-не-не, авокадо мы любим, особенно у нас, он всегда присутствует. Не все в доме до сих пор привыкли есть авокадо, но огурец, это вот просто, наверное, традиция из детства. Парники, я бы сейчас хотела сказать, я бы захватила с собой пленочку, да, там бы все соорудили, чтобы это все... Ну, потом вспомнила обитаемый остров, там, наверное, так 35, чтобы не засохло. Наш салат прекрасно удался, на самом деле, спасибо большое за визит, за то, что помогли его приготовить. Не переключайтесь, всем Оли-Гу-Камоли. Всем Оли-Гу-Камоли. Оли-Гу-Камоли. Всем Леной Катиной. Плохо? Еще что-то сказать? Что-то еще сказать надо? Субтитры сделал DimaTorzok